Я предлагаю вам, действительно, семинар, попробую обсудить такое понятие как прогрессовство. Откуда оно взялось? Ну, как всегда, об этом многое говорили в Стругацке. И так много говорили, и так много часто их повторяли, что сейчас является, по большому счету, нашей российской цивилизацией общим местом. Разумеется, например, фантастика исполнялась, что есть два мира. Один мир высокоразвит и продвинут, второй мир отстал, и феодален, и жесток, и ужасен, и в черном блядном цвете весь. И, безусловно, как цивилизация более высокого мира должна относиться к цивилизации более низкого мира. Но с одной из этих позиций состоит в том, что она должна их развивать. То есть доводить до собственного уровня прогресса. Понятно, что знаменитая коллизия во многих произведениях «Братьев Стругацких» связана с тем, что нельзя сразу всем дать денег, нельзя всем настроить атомных реакторов, потому что они будут в этих атомных реакторах вырабатывать плутоний, и потом уничтожать друг друга атомными бомбами. Поэтому надо проходить это дело сложно, тяжело, умеряясь с подлостью, с гадостью человеческой, иногда совершая какие-то неблаговидные поступки. Как говорят, прогрессов никто не любит. То есть в цивилизации полдня 22-го или 23-го века прогрессов никто не любит, потому что они на своих отсталых планетах вынуждены действовать по тем самым принципам и поступкам, которые неприемлемы для нормального развития человека. Какие мы примеры знаем у них? Ну вот у них в повести о Львее Балкине, там, значит, история такая, что какая-то планета... Даже по вороведке, как-то. Что какая-то планета, в ней произошла экологическая катастрофа, и все дети начинают очень сильно стареть. То есть до 14-15 лет они растут как обычно, а потом начинают стареть так, что 22-23 года выглядят уже глубокими стариками. И какая-то цивилизация, по всей видимости, странников, она поступила следующим образом. Она пытается оттуда этих детей запрать и вывезти, и обеспечить в более подходящие условия. Это делается специальная система клоунов, в которых ходят, и детей таких клоунов заманивают. Ну, безусловно, тут же возникает некая позиция, которая отстаивает собственный национальный выбор, свою культурную идентичность и собственную жизнь. Они ходят, этих клоунов расстреливают. И никуда там не едут, а спокойно стареют себе 22-23 года, а в 24-25 лет умирают. Вот таков примерно на складе. Это один из примеров. Очень в обитаемом острове, очень сложно не узнать в прогрессорстве товарища Айосифа Сергеевича Сталина и Лаврентия Павловича Берия, которые, как говорят, тоже были прогрессорами, спущенными в наш мир, которые вынуждены делать, совершать тоже часто многие неблаговидные поступки. Но, тем не менее, их цель была посвящена развитию, развитию еще раз. Это такая вещь. И они вынуждены, всех, кто не читал книгу, тот видел фильм, что создавать вот эти ужасные антенны, то есть, придающие какой-то сигнал, от которого часть впадает в националистический, патриотический угар, а вторая испытывает, то есть, это агенция так называемая, испытывает дикие невыносимые боли. И все это организовывает великая, прекрасная цивилизация добра и справедливости, коммунизма и чистой экологии, полная 22-го, 23-го веков. Безусловно. Вот. И нам с этим надо определиться. То есть, у нас как бы две позиции. Первая позиция, она состоит, должны ли высокоразвитые цивилизации заниматься прогрессорством, или они настолько высокоразвитые, что понимают, что они не вправе вмешиваться не только в жизнь другого человека, но и в жизнь других народов. Это первая позиция. А вторая позиция, не должна ли цивилизация, которую пытаются таким образом развивать, всеми силами и отчаянно сопределяться попыткам этого развития. Ведь вторая часть повести, вот эта вот, называется, «Волгогаси-третьего», там Тойвоглумов всеми силами пытается найти действия так называемых странников, которые развивают человечество, которые развивают и таким образом не дать их культурно-стеке или их прогрессам работать на земле. Вот. То есть, вот это такая замечательная коллизия. Понимаете, да, в чем дело? Почему развитие является самоцелью? Да. Вот почему. Она может не являться самоцелью. Это тоже вопрос. Может быть, цивилизация настолько радуется, что она понимает, но вот у нас же есть понятие культурализма. Она состоит, что ты должен с уважением относиться к каждой культуре. Вот есть у тебя светлая, прекрасная культура, где принято сажать других людей на кол и прользоваться этим нужняком на улице. Вот такая прекрасная, близкая к природе, цивилизация. Это мультикультурализм. Мы же не считаем себе, что мы более развитые по отношению к ним. Мы не имеем права помешиваться в жизни. И они тоже нам так говорят. Это наше право. Кого хотим, накал, того и сажаем. Согласись, что это суверники, когда это явно, и суверники, когда ты сажаешь, кого хочешь. Нет, но это то, что, возможно, вмешиваться имеет смысл в тех случаях, когда цивилизация совершает какие-то явные... Ну, это же опять с нашей точки зрения. С этой точки зрения, например, какого-нибудь насильника посадить на коло или гомосексуалистка посадить это милое дело. Гомосексуалистов надо сажать на коло. Это же понимают в некоторых примитивных культурах. Они вот так считают. Те, кого сажают, сопротивляются? Ну, иногда да, иногда нет. Это по-разному. Если сопротивляются, значит, недовольны. Если сопротивляются, значит, Есть, на самом деле, есть коллизии между отдельным человеком и социумом. Может быть, может быть, для социума имеет значение... Сиди так аплодирую, да? Может быть, для социума имеет значение развитие, да? Такое абстрактное, от каждого отдельного человека отделенное. А для каждого отдельного человека это кому как. Кто-то может быть кому интересно и кто вписан в эту систему, ему это все здорово. А другому, которого давят, да? Развитие всегда происходит за счет кого-то. Это же не так получается, что всем здорово, все развивается, всем здорово. Всегда в развитии кто-то страдает. Вот кто-то тому страдает. Ему как-то это развитие-то не нужно, он как-то жил нормально. Зачем оно ему нужно? Например, вот как переходили от феодального общества капиталистическое. Благодарялись крестьяне, это все семьи выбирали. У струканских феодального общества, в сторону Рэба, это как он назывался? Трудно быть Богом. Трудно быть Богом. Там тоже, вот как быть, ясно, что практически и некоторой группе народа подобного положения дел нравятся. Сейчас, а можно? Мне кажется, то есть, ну, наверное, было бы, то есть нельзя вмешиваться, так сказать, нельзя ускорять развитие, в смысле развития каких-то производственных сил, там, экономических отношений, так сказать, и тому подобных вещей. Какие-то техники. Ну, сейчас я просто выскажу свою точку зрения. Тут, как бы, можно сказать, что не стоит вмешиваться, но если речь идет о действительно каких-то жестокостях, которые допускают цивилизации, тут, мне кажется, совершенно вправильный шанс. А где разница? Я разницы особо не вижу. Ну, представь себе, что у тебя существуют какие-нибудь там мощные препараты. Ну, нет, вот тебе простейший пример. Ну, представь себе, что в 60-х годах, где-то в Америке или в Европе, у тебя существует процедура протезирования, эндопротезирования суставов. В России она не существует до начала 90-х годов. Вопрос. А что, брат, антибиотики достаточно взять еще? Какие антибиотики? Ну, допустим, в древности не было антибиотиков. А, верно. Ну, это в качестве прямого рода. Ты ему в состоянии не должен предложить жить антибиотики? Предложить, я имею право. Я имею право насильно навязывать. А какая разница? А как они? Они же даже не понимают, что это такое. А как они? Ну, объяснить-то можно? Нет. Нельзя. Тут, знаешь, на самом деле, все, причем основное обоснование всякого рода прогресса. Что рано или поздно любой народ, любой государство пройдет этот путь общий для всех народов и всех цивилизаций. Да, а может, и не пройдет. А может, и не пройдет. И ускорить развитие. Это означает, как бы, сделать благодеяние, потому что все равно, рано или поздно, они в эту точку, да, вот, на которой находятся те, кто благодетельствует, они придут. Ну, и не обязательно так. Если цель попасть. Да, может быть, просто... Они все равно придут. Просто сделать жизнь более... Ты все равно жумлешь? Более счастливее. Давай мы сейчас тебе благо сделаем. Я тебе говорю, что это другая коллизия. Это коллизия между отдельным индивидуумом и... Да, представьте тоже, опять, это как-то... И тоже, если наши, из другого рассказа, сурганский, да? Вот представьте себе некую сторону, погибающую в ситуации гражданской войны, ну, дикости фашизма и всякого прочего. И вот там заводится серия талантливых мальчиков. И мы имели плава, мы их забрать в себе. Все это не было. И предоставьте им возможность умереть там, как они будут. Чтобы это была политическая-то вещь... Подожди, а зачем придумывать какие-то непонятные вещи? Вот сейчас у нас, мы живем в России, дети есть в России у нас, да, которые вроде страдают там без родителей. Есть Америка, да, которая по нашему... Это некоторое более прогрессивное общество. Ну, как бы так. Более развито... Нет, явно развито лучше медицина. Но не важно, не важно. Суть вопроса состоит в том, вот имеют ли мы право оставлять детей у нас, хотя мы знаем, что может быть, да? Нет, про нас как раз неинтересно. Почему? Ну, потому что мы будем этому сопротивляться, любое отсталое общество. А имеют ли право они таким образом поступать и нам, что эти детей забирать к себе? И, точнее, должны ли они так поступать? Может быть, это им неприятно, просто так... Если дети там не погибают, то никто бы и не возразил, что, так сказать, что они... Дети погибают в Российской Федерации, а они в Соединенных Штатах Америки. Там и в России здравоохранение. Я эту тему начну, тут сейчас политика начнется. Все, давайте, политики нет здесь. Все, здесь политика. Не важно, дети погибают, не об этом речь идет, тема другая. Ну что, это как это... Клич бросили, слово кинули там, пусть и рады. И давайте сейчас на это, по-моему, давайте плясать. Ну давайте, вот по поводу прогрессорства. У нас вот есть две как бы страны, одна находится, как она считает, на более высоком уровне развития. Ну, медицина, чего-либо еще. Так ты все-таки этическую проблему ставишь? Или проблему чего? Да, вот непонятно. Ну, этическую в том числе. Я просто... Просто... Здесь еще есть вопрос, критерии. Как один народ... Почему народ должен ли пытаться принять эту помощь и должен ли сопротивляться? Что важнее, суверенитет или развитие? Как цивилизация, не может объяснить варварам то, что то, что предлагает цивилизация, является благом. Никак, потому что разный уровень. Поэтому здесь вопрос... Это все равно, что взрослые пытаются детям объяснить. Ну, то есть, они все-таки, ты полагаешь, что тебе более скорость должна, наверное, насильно... Ничего, продолжай, про про этику пока я не говорю. Сильно развивать... Нет, про этику я не говорю. Тут нет выбора. Понимаешь, ты ребенку не объяснишь на самом деле, что есть... Что нужно учиться, например. Здесь выбора у них нет. То есть, ответственность вся лежит только на том цивилизованном обществе, которое предлагает помощь. Только они могут решить. Только они должны стать на позицию и понять это. Вы это пользу для этого общества или нет? Только они могут этот выбор сделать. За них. Как за детей. Мне кажется, здесь просто должно быть критерием, когда цивилизованное общество принимает такое решение, должно быть критерием выбора такой соображения, что когда вообще, так сказать, когда больше погибнет людей, больше станет несчастными, так сказать, в том случае, когда... Я уже не могу сказать, когда... Ну, хотя бы прикидывать. Примерно прикидывать. В тех случаях, когда помощь оказать им или в тех случаях, когда не оказывать. Знаешь, как показывает практика, человек ничего не может рассчитать. Все эти, все... Все, как бы, все, что совершалось на земле плохого, всегда... Никто же не хотел ничего сделать плохого. Это просто по факту так оказывается. Все желают добра, а по факту оказывается там неимоверное... Это неправда, что все желают добра, потому что как раз люди очень часто хотят жить за счет других. Да, это как раз значит. Так нет, а ведь, наверное, все делать как-то... А вот это Американка, да? Ну, мне кажется, мы пытаемся выбрать критерии на уровне нашего развития. Это как если бы, не знаю, там, племя какое-нибудь, ну, там, какое-нибудь тоже племя, там, еще чуть более развитое, пытается научить племя более, менее развитое. И говорят, вот, блин... Да, если вот при этом процессе будет съедено больше ста человек, тогда это плохо. А если меньше, то нормально. А то, что там, ну, убивают, там, голову отрезают, но не едят же, это хорошо. Это путь развития. Ну, и вот сейчас мы как-то вот тоже рассуждаем, мне кажется, по поводу критериев... Да, высокоразвитая цивилизация, по-настоящему высокоразвитая, не занимается, потому что ей все уже иначе. Это вот мы, по отношению к низшим племенам, занимаемся прогрессовством. То есть, это человеческое, слишком человеческое. Вот, нет, ну, вот это же известный вопрос, но есть какая-то, опять, любимая тема Александра Анатольевича, есть какая-то высокоразвитая народу достаточно, он должен заниматься прогрессовством на территории России? Дело в том, что надо просто оговорить условия, что... А что вы имеете в виду под прогрессом, и что вы имеете в виду под благом, да? Я живу по своим законам, а вы живете по своим законам, и мои законы хороши для меня, и они меня устраивают в силу своих природных, климатических, там, исторических условий. Ребенка тоже устраиваешь, школу не ходить, играть на компьютер, кушать конфеты, и все это... Мне кажется, в секретаре эти написано, на самом деле, в Библии, потому что там же четко сказано, да, что там Господь, ну, там, Иисус Христос пришел в мир спасать, когда? Когда мир начал уже сам себя уничтожать, только в этом случае. А с частным лицом, что называется, людям, помощь оказывается по запросу. Помолился – помогли, не помолился – не помогли. А допустим, мы живем, это и без Иисуса Христа, или там, не читали Библию, и что? И живем хорошо. Нет, я не про это, я про то, что... Ну, высокоразвитая цивилизация, на мой взгляд, поступает таким образом, по запросу. Это же, знаете, вот как у древних же написано, есть люди добрые, есть люди злые, а есть недобрые и не злые, а не мудрые. Скорее всего, развитая цивилизация, она не добрая и не злая, помогает тогда, когда просит. Или когда видит, что катастрофа неизбежна. Да, а если просто берет и погибает талантливый мальчик, и просто берет и погибает, она не должна ему оказывать помощь, безусловно, да? Потому что это его заказчетный выбор, он же никого не попросил, он даже не знает, кого попросить. Он даже не знает, что это возможно. Что это возможно? Да. И она должна посмотреть, как он погибает. А что такое талантливый мальчик? Ну, способный талантливый. Погибал бы ЕГЭ по математике в 99 дюйм. Ну, давай с точки зрения вероятности, появится еще один такой мальчик. Ну, это да. По статистике, но несколько мальчиков талантливых погибнет. Что дальше? Да. Самый главный принцип, и самое главное не вмешиваться. А есть же очень простой способ, что ты, поскольку ты находишься на более высоком уровне физического или какого-то нравственного развития, хотя бы нравственного, то ты должен помогать более отсталым людям. Ну, смотри, талант, наверное, помогать более отсталым людям, известны же факты. Начинают бедным помогать, а они от этого только беднее станут. Да, поэтому речь идет о прогрессорстве. Именно прогрессорстве. Именно о такой сложной деятельности специальной, которая не связана напрямую с попыткой отдать денег просто-напросто. Ну, бедному помогают не деньгами, их устраивают на работу. Ты не знаешь, что бомжи, да? Почему? Ну, вот известен же факт, что бомжам чего только не пытались сделать, и устроить их на работу, и дать им одежду. Единицы возвращаются в этот способ жизни. Потому что там им плохо. И цыган возьмем тоже, точно так же. То есть подавляющее большинство цыган по поводу помой, одене на камеру и станет на работу. И дай квартиру, он все равно станет. Да, это ситуация. Притом прогрессорство – это сложная деятельность. Но ты, во всякий раз, для себя этот вопрос должны решить. Вот было же в 19 веке известная тема по Достовевскому очень хорошо. Мы знаем так развитие. Один говорил, ну потому что я вышел по развитию и вообще. А сейчас же эта тема закрыта полностью. У нас нет никакого развития. То есть нету, что один человек более раз, чем другой. С какой стати? Чем он от этого становится лучше? Не становится он от этого лучше. И у нас на каждом углу мультикультурализм. Что премия Мумба-Юмба откуда-то там еще равна какой-нибудь там чистокровной французской цивилизации. Мультикультурализм. Она вообще такой же. Насколько вот эта позиция, позиция возможна. Она ясна, что она прямо простоит прогрессорству. Прогрессорство стоит. И мне есть такие-то, такие-то дары. Я должен поделиться с теми людьми, которые они даже не знают. Я должен сделать так. Если я вижу, что где-то рядом людей сажают на пол, я должен потратить очень много своих сил, энергии и честь своих сбережений, чтобы эту ситуацию изменить. Почему? Чтобы геликонизм. Да, почему, кстати. С какой стати? Да, с какой стати? Им же там сидеть на коле-то очень удобно и комфортно. Это с вашей точки зрения. Да, им-то да, с их точки зрения, да. А те, кто сажают на пол, им вообще очень нравится даже. Ты давай нам не юли, ты скажи, ты-то за что? Я не за что, я вопрос вам задаю. Какой вопрос? Ты начинаешь претензии выкакивать, когда тебе ответы дают. Значит, у тебя есть какое-то личное мнение. Мультикультурализм, да это же волна последняя. Вначале же была колонизация. Колонизаторы, например, когда Америку колонизировали, они несли культуру свою. Да, они так считали. Причем они жертвы нанесли. Много священников сами там погибли. Ну, это сейчас думают, что... Много проповедников погибало. Костильские короли вот эти самые, Изабелла и кто там по ним уже состоял, они направляли Колумба в Америку, потому что золото забывает новую землю. Фиг, они отправляли их туда, потому что там есть местные аборигены, которые не знают, что такое крест, что такое спасение. Свет истины. Свет истины, конечно. Вот это именно было развитие. Они были поломки. И всегда, на самом деле. Да. Так, а сейчас-то позиция прямо из... Это позиции прогрессовства. Здесь у них позиция прогрессовства, по сути. Да. А сейчас позиция прямо противоположная. Мы сидим рядом. Рядом перед нами сидит человек, его сажают на коло, и мы должны мыть руки и сказать, ну, у них культура такая, господа. Ну, культура, мы не имеем права... Это мультикультурализм. Это отлив. Некоторого рода вот это первоначальный. Так отлив или бы эта позиция? Нет, смотри. Вот смотри. Если бы мир был един, если бы он имел некую целостность и единство, тогда бы вот это прогрессорство было оправдано самой антологией. Поскольку, если мы понимаем, в чем состоит истина, то, значит, они этого не понимают. Но поскольку мир единый, мы в едином мире живем, то мы имеем право в силу единства мира нести эту истину веги. А вот когда мир распадается на много разных миров, разных антологий, то, что называется, дискурсов, тогда мы и как бы имеем право со своего дискурса предъявлять нашу истину им. Тогда в их дискурсе истина другая. Тогда истин много. Нет одной истины. На Каримских островах, хотя они и крестьяне знают, есть своя истина. И мы не имеем права вмешиваться в жизнь. Нет, но если ты посмотришь на себя, точно так же происходит и с церковью. Ведь точно так же в начале идет религиозная война, потому что истина одна. А протестанты борются с католиками не потому, что там они друг друга не любят, а потому что истина одна. Кто-то из них заблуждается. Понимаете? Что тут, на самом деле, это борьба за истину. А почему меня не оставить в покое того, кто заблуждается? Попадает. Ну это что это значит? Два-три. Нет, нет, нет. Давайте все не сводить. Нет, нет. Проблема состоит. Ты отправляешься старообряться на костер, не потому что... А почему, подожди, подожди. Да, я расскажу. Почему в дискуссии человек хочет доказать другому? Не потому что на самом деле он хочет быть умнее, а потому что в лице другого он видит сомнения, он видит возражения свои истины. Пожалуйста, дискутируй. А зачем насилие это применять? Еще раз говорю, что когда вопрос идет... Про насилие никто не идет, не идет речь. Про насилие просто возникает из изначального различия. Сначала есть различия, которые невозможно установить. Мы про это разговаривали уже однажды. Сначала есть различия, дискуссия не удается, потом дискуссия кончается насилием. Но насилие это не венец и не завершение, это дискуссия. Просто есть некоторого рода различия, которые может разрешиться насилие, а может не разрешаться насилие. Но сам факт состоит в том, что если истина одна, то возникает вот это вот противоборство. И вообще, все религиозные войны, они именно так устроены, естественно, одна. А вот мультикультурализм позволяет остановить все эти войны, потому что если истин много, каждый имеет право на свою истину, крестьяне его, одна истина, мусульман, другая истина. Все совместно живут благополучно. И французская христианская культура оказывается полностью равнозначна. Вы знаете, вот я, конечно, расскажу мнение, которое, я думаю, с многими согласятся, тем более официальная историография, я думаю, никаких религиозных войн никогда в природе не было. Всегда люди бились за чисто плоские интересы. Ну понятно, вообще как город. Мы что, что сидим, чтобы там хорошо поесть и пожрать? Мы же не собрались для того, чтобы не какую-то духовную истину. Мы с друг другом не воюем. Поэтому та страна, которая пытается, другая, высказывает цивилизация, пытается развивать, она может принять только одним способом, что их собираются ограбить. Прийти, забрать нашу нефть, наш газ, наших детей. Они нас грабят, а те думают, что они их развивают. Где разница? Или это всего лишь оправдание тех людей, которые привыкли сажать других людей нахуй? Мне кажется, что тут совершенно зря не было сказано вслух, что понимается под прогрессом. Вот, вот надо определить. Мне кажется, под прогрессом понимается улучшение качества жизни. То есть удовлетворение базовых человеческих потребностей. Либо в какой-то культуре эти потребности удовлетворяются с легкостью, а в какой-то большой проблематичности. Ну, кстати, сказать, вот можно, вот Игорь приводил пример, тут Сталина и Бея, как прогрессор. В смысле, в этом смысле определение прогресса было развитие, но не было прогресса. Потому что качество жизни большинства людей ухудшилось. Ну да, так тут опять возникает вопрос, когда если мы говорим слово качество, то значит, что мы имеем в виду под этим качеством? Нет, есть простые базовые потребности для вас, а у меня другие. Все хотят кушать. Нет, это если вы хотят кушать. Про это и новую базу. Подождите, а вы не хотите кушать? Хотим. А у меня другие потребности. Нет, вы не хотите кушать. Изабелла Костильска понимала под прогрессом возможность доступа всех людей к святому причастию, чем не прогресс. Да. Еще, ребята, я говорю, что вот вы, я уже ставил эту проблему, есть личный уровень, уровень каждого отдельного индивида, а есть уровень социальный, уровень системы. Но он же складывается из индивидуального. Все складывается. Вот так устроено целое, что из частей оно часто не складывается. Целое всегда больше своих частей. Целое как сверху целое всегда существует. Так вот, система может прогрессировать даже за счет ухудшения каждой отдельной части. То есть оно высасывает ресурсы из каждой отдельной части для того, чтобы сама по себе складывалась в все более и более совершенную систему. За счет своих отдельных частей, за счет ресурсов, которыми он обладает, естественный образ. Так что то, что ухудшалось там какое-то положение отдельных людей, ну как, а где брать ресурсы? Не отдельных, а подавляющих большинства. Ну не важно, где брать ресурсы? Была замкнутая система, ресурсы можно брать только внутри себя. Вот и за счет ухудшения этих отдельных частей система совершенствовалась и становилась более стабильной. Я просто не очень понимаю, ты это сейчас про что говоришь? Я говорю про то, что нельзя определять на самом деле развитие системы через состояние отдельных частей. Части частями, системы, системы. Есть просто вот, мы говорим про прогресс, когда отдельная часть внутри системы прогрессирует, или все-таки мы говорим про прогресс системы как целая? За счет, даже может быть, за счет ухудшения состояния отдельных частей. Нет, я понимаю, когда улучшается состояние частей, когда вот происходит освещение базовых потребностей, это я понимаю хотя бы, а что происходит, когда происходит улучшение в целом? Это вот что такое? Ну вот смотри, когда вот, например, демократическое общество, да, его на самом деле изначальная, ну, интенция состоит в том, чтобы действительно каждому отдельному стало лучше человеку, да? И на самом деле происходит атомизация общества, общество распадается, система как целая, раскладается на вот отдельные вот атомарного вида индивиды, да, которые даже друг друга не понимают, да, у них вот возникает вот эта вот толпа, да? Вот демократия, в конце концов, вырождается в ахлократию. Да нет, ну это... Ну ладно, 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 все, абсурд, абсурд, абсурд. Я просто скажу свою мысль, я не хочу сказать... Ты скажи про то, что... А теперь наоборот, наоборот, система, да, что такое, как работает система? Может быть, система подавляет отдельные части, но она это подавляет в силу того, чтобы скомпенсировать неравновесность саму систему. Система, она как-то вот существует в каком-то состоянии, да, странном, да? Но для того, чтобы поддерживать это свое странное состояние в гомеостазе, она должна одно подавить, а другое развить, да? Одно выпить, а другое задавить. На самом деле, вот мы, как организм человеческий, мы так устроены. Мы на самом деле в себе подавляем нечто одно, какие-то одни импульсы, сессуальные, агрессивные импульсы, там, многие... Много что в себе подавляем, чтобы выпить другое, да, на самом деле. Мы так... Даже человеческий организм устроен, иерархический, да, вот он устроен тем способом, что отдельно... Мы живем, у нас одна воля живет и подавляет другие воли какие-то, которые пытаются из нашего организма пробиться в жизнь, но мы им не даем жизни. Мы их задавливаем по каким-то своим причинам, по причинам нашего понимания таким, каким должен быть человек. Так же и общество устроено, и общество базируется сначала к иерархическим. И система, вот есть разного вида систем. Есть система такая иерархическая система, а есть система такая атомизированная. Так вот эта атомизированная система к чему приводит? Приводит к ахлократии, а иерархическая система приводит к монолиту, Которому тоже может как колос упасть, конечно. Это другие причины существуют. Но, тем не менее, это разные системы. И как прогресс здесь по-разному себя проявляет? Если прогресс ради отдельной части, то вот одна проблема. Если прогресс ради целого, то другая проблема, потому что части подавлялись. Так все-таки, когда мы говорим о целом, то прогрессом что будет? Все-таки удержание некоторой структуры? Да, удержание. Система ее разрушает. Кстати сказать, вот когда развитие системы идет за счет интенсивного подавления, как сказать, отдельных ее частей, то, как правило, когда этот источник подавления исчезает, сама структура разрушается и очень быстро. Да дело же не в этом просто. Есть система, она как может, так и питается. Есть, например, американская система. Она имеет возможность питаться за счет других систем, внешних. Она все внешние системы подчинила некоторой своей системе внутренней. И она за счет прихода внешнего, как есть в электростатике ЭДС, за счет ЭДС она существует. Другая система замкнутая. Но нет внешних источников питания, как ей развиваться. Она может только сама себя кушать и за счет самой себя расти. Но по-другому не получается. Что тут делать? Как пауки в банке бросили, там нет еды. Они друг друга едят, и какой-то последний паук остается, мощный самый такой. Вот он как бы и представляет собой систему, какая остается. Нет, Булак, если... Просто я вот что думаю, что если мы говорим о стабильности вот этого структуры целого, и это будет критерий прогресса, то тогда получается ведь де-факто этих целых много. Как говорил Игорь, культуры разные. Каждая из них склонна к тому, чтобы себя поддерживать. Вот и пусть она себя поддерживает, да. Есть некоторая демократическая там страна Франция. Есть какая-то совершенно людоедская страна, там не знаю, Гвинея. А вот эта своя структура, там своя структура. Они поддерживают друг дружку. И нет оснований для того, чтобы эти структуры обменивались. У нас нет критерия сказать, какая из этих структур лучше, а какая хуже. Нет, по твоим словам. Нет, нет, это позиция мультикультуралиста. Почему? А есть позиция другая, что, а может быть, мы их еди. Может быть, на самом деле, несмотря на то, что мы сейчас придерживаемся, ну как бы, общего заблокам мультикультуралиста. Не надо говорить о каких-то там мнениях. Вот твое мнение. Твое мнение. Если заслуга целого в том, чтобы сохраняться в качестве такой структуры, то это означает, что любая структура должна хранить себя как таковой. И это и есть мультикультурализм этот самый. Нет, нет, почему нет. Потому что культура экваториальной Африки равна великой европейской культуре. По определению. Они просто вот это такая, это другая. Их не возможно сравнить. Да, они, если нас попросят сравнить, мы скажем, и эти молодцы, и эти молодцы. Никто из них не лучше. Нет никакого прогресса. А вторая ситуация. Французская лучше система. И она должна, грубо говоря, разрушить... Да, не лучше. Просто ей пока и не нужна африканская культура, она сама не нужна. Ну это тоже самое причинное, что ты знаешь. А потом просто... Не структурально. Нет, потому что территории не будет, а народу французов много. Где жить? Нет, давайте, ребята... Поехали туда, где... Давайте еще раз. Один раз мы всегда как бы запомним, что на самом деле все вот это... Попытки говорить о том, что все в мире действует только исходя из низа, да, как бы там, из жратвы, как бы из желаний и прочего. Это на самом деле неправильная позиция изначально. Если все исходит из экономики, если все произрастает как бы из вот этих вот... Нет, неправильно, не только. Я говорю... Не важно, как ты говорил. Я просто... Суть в другом состоянии. Что на самом деле... Боба считает, что нету развития, а есть грабеж. До определенного момента, пока они друг друга не знают. Давайте эту позицию высказали. Есть такая позиция. Да, это очень замечательная позиция. Я обсуждал. Когда они пытаются утащить ребенка в его плене людоедов, которые собираются его есть, они думают, да он гад, это он тащит его к себе для того, чтобы съесть. И не дают, как это нашего ребенка, мы его собрались съесть, уже даже поперчили, а он его утащил и собирается тоже съесть. Это позиция, например, российской еды современной. Вот она такая же позиция. Какой российской... Современной российской еды. Подождите, чтобы было вообще хоть какие-то основания говорить о возможности какого-то прогрессовства, что есть какой-то вообще прогресс в развитии общества, нужно указать критерии. Что является этим критерием? Я попробовал предложить самый простой, что удовлетворение базовых человеческих потребностей. Если все согласны с Булатом, что это низко и недостойно, хорошо, мне не жалко. Но давайте тогда назовите другое основание. Другое основание ставить на одну полку и сравнивать кто выше, кто ниже. Какое? То есть получается, что понятие прогресса описывается на языке, ну, общества. Понимаешь? Таким же успехом можно было бы описать. Прогресс – это когда мы отказываемся от вот этого мультикультурализма и всех педиков сажаем на кол. Потому что это этически-правовое развитие общества. И мы очищаемся от этой мрази. Вот, все. Это прогресс. То есть прогресс – это улучшение. А любое улучшение имеет критерий какой? Ценностный. Или зависит от ценностей? Так вот еще раз. А по какому основанию будем сравнивать? По какому? Еще раз говорю. Можно найти вот такое основание? Нельзя найти. В этом-то вся айтишка, что в социуме нет этих оснований. Вот у коллеги есть позиция. Вот моя такая позиция. Не основания. Не общих позиций. Да. Поэтому никто никого не должен развивать. Поэтому антибиотики, по-моему, с самолетами в Папуаново обвине возить не надо. И в Африку. Пусть сдохнут. Вся проблема в том, что Африка, что Америка – это одни и те же люди. Если говорить о планетах, то, может быть, планета высокоразвитая, планета отсталая. То есть разные вещи. Нельзя сравнивать апельсин со стаканом. Ну, фиг его знает. Как ты можешь… Апельсин учить… Апельсин учить… 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 Ну, не важно. Как может апельсин учить стакан? Надо быть правильно. Хуже или хуже. Я согласен. Принципиально разные вещи. Согласен. Поскольку на планете у нас все люди и живут, в принципе, по одним и тем же законам. Неважно, племя Мумба-юмба или американцы. Живут-то по одним и тем же законам одни и те же люди. В конце концов, из этого племя Мумба-юмба вырастет та же Америка через определенное количество лет. Может быть они всегда много съедят. Ну или съедят или вырастут. Другого пути нет. Но тебе не надо. Они вырастут во что-то другое. Принципиально отличие от американцев. Они будут другими людьми. Принципиально. Они вырастут такими же людьми. Они вырастут до Америки только в одном случае. Если Америка навяжет им свои ценности. Они все равно туда придут. Не придут. Придут. Потому что они люди. Законные физики, они действуют на все время. Давай на другой пример. Не может в Африке яблоко падать вверх. Смотри. Вот хороший пример. Человеческой цивилизации. Какая разница. Ну сколько лет. Пример. Да фига. Сколько лет научно-технический прогресс длится? 200-300. 200-300. Самое начало. Появление человека движется на коже. Существует прогресс. Начинают копии и заканчивая атомным оружием. С эпохи последствий. Понимаете в чем дело? С эпохи. Вот на фоне такого вот огромного пути длинного. Это блин миллиметров. Сколько раз миллиметров или два. Не имеет значения никакого. Так вот. От того что люди, грубо говоря, миллионы лет назад убивали друг друга атомными бомбами. А сейчас мы убиваем друг друга атомными бомбами. Сам человек и поменялся. Я хочу тебе спросить. Чем сейчас спорю? Позиций там много. Я спорю с тем, что задача заключается в том регрессор и прогрессор эти. Они друг друга могут контактировать только в том случае, если они работают на одном поле. Грубо говоря, если одни и те же люди. Если это, грубо говоря, апельсины и стаканы, то они друг другу никак. Это будет просто принципиальное решение либо одного, либо другого. Один захочет другим командовать, будет его развивать до апельсина. То есть будет превращать стакан в апельсин. Или наоборот. Стакан будет превращать апельсин в свое. Как угодно. Еще раз. Давайте как бы вот это. Я пытался философски все-таки. А если два апельсина, они могут друг с другом. Но два апельсина, они растут одинаково. Еще раз. Вы пытаетесь это все. Посчитайте, что есть какое-то одно решение. Нет никакого одного решения правильного. Нет. Почему нет? Опять. Ты утверждаешь, что нет? Потому что зависит от антологии. Антология одна. Подождите. Я просто зафиксирую позицию. Я отвечу. Есть одна позиция. Которой ты отстаиваешь. Что все законы едины. Что бытие одно, единое для всех. И что на самом деле, если кто-то ушел вперед, то другие отставшие рано или поздно тоже достигнут этого же уровня. И тогда те, кто ушел вперед, имеют право просто попытаться этих нижних до себя дотянуть. Они просто не моральны. Если они ему не мешают, они не блоки утируют. Они мешают. Разные вещи. Это первая позиция. Здесь антология одной. Весь мир един. Одни и те же законы действуют. Не весь мир един. А если весь мир един, то имеют право друг на друга влиять. Если друг на друга зависим. А если мир разный, то влиять и не влиять, то мы тут даже не можем сказать, как будет. В принципе, зачем человечеству, которое живет компактно в одном селе, сотовые телефоны? Зачем человеку, который умеет читать мысли и обладает телепатией, телевидение и видеосвязь? Понимаешь? Я к тебе к чему веду? К тому, что на самом деле развитие общества не факт, что оно нужно такое. Технический прогресс нам стал нужен только тогда, когда мы потеряли возможности другие, когда мы потеряли свои шестые чувства, так называемые. Тогда нам понадобился, а может быть из-за того, что у нас появился телефон, мы потеряли это все. Хрен его знает. Раньше это людям было не нужно. Раньше люди лечили это заговорами. Читал какое-то заклинание и не нужны были антибиотикой. И выживали это к чему выживали? Я к тому, что технически... Главная уверенность в том, что заговоры помогали. А они помогали? Конечно, помогали. Только в эпидемии выкашивали. Так это вы не понимаете, в чем дело? Это вы уж и меня извините, но это ваше заблуждение по поводу антибиотиков. Знаешь, сколько людей дохнет от этих антибиотиков? Я не понимаю. Они помогают. Вы понимаете, что семинары превращайте просто... Я к чему клоню? Я позицию Аркадия зафиксирую. На самом деле мир не един. Он просто не един. Много разных миров существует. И в каждом отдельном мире своем. Никто не знает настоящего. И истина одна. В одном мире одна. В другом мире другая. В одном заговоре действует. В другом действуют антибиотики. И так далее. Миров много. Как их создать? Они не соизмерены. С точки зрения этих миров... Это другая антология. В этой другой антологии решения другие. Измеряется. Мир-то у тебя кто? Измеряется. Все же люди. И у тебя разные мировые. Обезьяны, люди и собаки. Если люди, значит они одинаковые. Нет никакого у тебя разных миров. Да ладно тебе. А если бы люди были разные, то ты бы не понимал человека и запретил. Давайте орать не будем. Орать не будем. Для тебя чем-то вообще. Нет поединого решения. Нет поединого решения. Володь, но я твою позицию услышал. Это не просто человек. Он тебя понимает. Ты видишь людей без руки и без ног? Те, которые без ног, они используют технические средства. Какая разница? Без технические средства. Это тот же человек. Ты его понимаешь. Африкалец он там, людоед или кто-то другой. То есть, если бы это было принципиально другое существо, которое ты бы не понимал в принципе, то развивать его или не развивать, это было бы твое личное решение, которое не зависит вообще от чего. Володь, но я твою позицию услышал. Теперь услышь мою. С точки зрения инвалида, который себе приделал гусеницы вместо ног, надо развивать таких как ты. Знаешь как? Отрезать ноги и приделать гусеницы, чтобы ты был счастлив. Вот и к чему. Что прогресс с точки зрения разных ценностей, для тебя это прогресс, а для меня это прогресс. Это говорит о том, что один мешает другому. Да, да вы же занимаетесь в жизни одни и одежды. Я помню, в чем вы спорите, вы тоже будете понимать, что вы позицию, они как-то уничтожены, а тоже оба занимаетесь. Ты знаешь, что люди, живущие в племенах, не испытывают понятия жадности. Потому что у них нету разницы в том, что у них есть из Давыдова, да, у всех одно и то же. Они не понимают, что такое зависть. Понимаешь? У них нет такого понятия. Вот это я, кстати, не поверю. А я тебе расскажу про исследователей, которые исследовали эти племена, у них реально нету понятия зависть. В нашем понимании. Да. Они не завидуют друг другу, потому что не о чем завидовать. А ты им принесешь, и как только, вот этот исследователь говорит, я подарил одному к будущей другому еще зеркальце, и реально у них стала появляться зависть. То понятие, которого не было. То есть он влиял на это. Ну, значит, если это появилось, значит, это было у них. Не может появиться то, чего не было. Это прогресс? Не знаю. Вот. Понимаешь? А я тебе про то уже. Не знаю. Вот и я про то уже. И мы не знаем. Вот в том-то все и дело, что понятие прогресса упирается во что? Я и говорю, ты будешь сорвать это племя в бою только в том случае, если оно тебе будет мешать. У них не было. А давай другое. А если оно тебе не мешает, то живет. Те, кто принесли антибиотики в это племя, они принесли болезни. В этом племени не было таких болезней. Не на хрена им эти антибиотики. Не на хрена. Не знаю. Вот. Да, это же так и рожать. Нет. Так это, когда принесли антибиотики не потому, что хотели вылечить себя, а потому, что это племя в бою им мешает. Слышь, знаешь, я с кем согласен? У нас там есть один Немиров, что ли, какой-то там, да? Он говорит, что вам не хватает только бутылку и воду поставить и пьяные лица. Потому что сейчас идет пьяный болтовня. Ну, как-то вы, ребята, не поймите, что… Почему так? Мы обменяемся своими аргументами. Вот надо… Если единственное правильное мнение – это твое, то это не значит, что все остальные – это болта. Я сказал, что не единственное правильное мнение. Я сказал, что нет тут одного решения. Тут решение зависит от антологии. Если антология одна – одно решение, если антология другая – другое решение. Это никак не верит. Кстати, обратим внимание, что ты тоже тем самым становишься на позицию мультикультурализма. Я не становлюсь на позицию мультикультурализма. Нет. Оказывается. Антологии просто разные. Я просто не знаю, мир един. Вот я, честно, по факту, я не знаю, финалологический мир един или на самом деле он… Это означает… Понимаешь, в этом вопросе нельзя занять нейтральную позицию. Вот просто не получится. Если ты не знаешь, что мир един, значит, ты знаешь, что мир… Знаешь что? Да. Нет, нет. Здесь следующая позиция. Может быть, позиция в смысле моего мнения и нельзя занять? Ты не уверен, что он един? В смысле моего мнения. В смысле активности я могу занять позицию. Понимаешь, если я как бы в смысле действий мои, то я могу подумать, что, а вдруг мир не единый, я буду на самом деле агрессором. Может, мне лучше не действовать, а пусть я… Агрессором, а агрессором, да. Агрессором, да. Слушайте, вот в смысле активности я могу занять позицию. В смысле, как бы, своей концептуальности, да, тут непонятно как… Вот в словах Владимира, правильно, да, я запомнил, да? Потому что, извините, я с сынами всегда тяжело, долго привыкаю. Вот, кстати, хорошо, если вы напомните мне свое. Игорь. Аркадий. Прав. Отлично. Вот. Вот в словах Владимира, по-моему, звучала одна нотка, которая очень существенная и которую надо явно обсудить. Потому что это как раз можно обсудить. Дело же не в том, что вы… Вот у меня одно мнение, а у Аркадия другое мнение, да? Тут что поделаешь. Ну, просто они разные. Как и сразу. Но. Был аргумент, который звучал у Владимира следующим образом. А законы-то физики здесь и в экваториальной Африке одинаковые. Это позиция на самом деле. Это… Она, конечно, подразумевает, что мир не просто единый. А мир просто устроен законосообразным. И если мы занимаем позицию такую вот, основываясь на… науке хоть в каком-то смысле этого слова, то тогда понятно, откуда у нас возьмется прогресс. Потому что мы в науке продвинулись очевидным образом дальше, чем племя Мумбу-Юмбу. Да. В науке. Согласен, да. А теперь… А телепатия существует. А теперь, внимание, вопрос. А есть ли тут присутствует кто-нибудь, кто считает, что в законе физики или химии, или я не знаю, какие там метеорологии, вот здесь одни, а в экваториальной Африке другие, реально другие? Нет. Нет такого лицо-то есть. Есть. Оп. Раз. Вы так интересны. Я, есть. Я считаю, что… Из одних и тех же элементарных частиц возникают разные ангелы и маленького. Понимаешь? И они настолько существенно разные, что мы видим разные химические реакции и прочее. Ну, речь-то не о том. Речь-то не об этом. Нет. Из элементарных законов физики и законосообразности возникают самые различные системы. Муравьи… Подожди. Муравьи… Пчелы… Нет. Подожди. В этом вопросе наука не может быть критой. Да как не серьезно? Ну, как можно законы физики поднимать до уровня… Тогда все же… Ускорение свободного падения… Ну и какое ускорение свободного падения в социальной системе? Какое? Нет. 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 Тогда у меня вопрос… Я про мир. Я про антологию, о которой ты говорил. Игорь… А по-моему… Я говорю… Если закон всемирного тяготения… Вещества разные. А если закон всемирного тяготения, один тот же. Почему есть люди и есть муравьи? Все живые существа должны были быть людьми. Законы-то одни и те же. Нет. Ну как? Ну вот так вот? Вы ведете к этому? А что если законы технические… Нет. Законы физики все одни и те же, значит все живые существа должны развиваться по одному закону. Нет. Законы действуют не таким образом. Они надо перебергивать. Но… Законы лишь создают… Вот… Законы физики создают некоторые условия, и для меня, и для муравья одинаковые. Но вы же согласитесь со мной, что ускорение свободного падения на экваторе, и у нас здесь разное… Что она отличается чуть-чуть? Ну мы знаем. И эта физика отличается… Оно отличается в цифрах, но не по сути. Почему? Оно отличается в долях… Как вы от закона физики по друге социальной системы? Скажите… Как вы это… Детерминируетесь социальной системой закона физики? Нет, даже… Здесь вообще про это еще речи нет. Мы говорим о базовых вещах, была… С которыми мы можем либо согласиться, либо… Мы говорим про мир единый… Либо… Не надо… Не надо перескакивать… Нет, мы говорим не про мир единый с физической точки зрения. Есть мир единый с химической точки зрения… Многих… Я предлагаю… Знаешь… И вот простой вопрос по поводу законов физики. Они едины или они где-то не работают? В сельве Амазонки в законе физики не работают. Может… Я не разделяю две позиции, но может кто-то есть. Военных условных числов ППИ может принимать значение… Ну да, да, да. Согласно уставу по трубе постовой службы. Конечно. Вот. Социум и все прочее – это так далеко. Давайте поговорим про эти простые вещи. Почему? И это, кстати, с моей стороны не произно, потому что вся история с образованием колоний, с тем, что эти колонии активно колонизировались и оккультуривались, она возникает тогда, как раз, когда начинается научно-технический прогресс. Они идут рука об руку. Они идут рука об руку. И только в 20 веке эта история останавливается… Идет вспять. Идет вспять по причинам, о которых можно поговорить отдельно. Ну то есть наука была совершенно не случайна. Она обязательное условие вот этого отношения культур-тридерства. Без науки оно бы не возникло вообще никогда. Да. И говорит, дело в том, что научно-технический прогресс, если вы замечаете в северных странах, быстрее шел, чем в южных. Почему? Потому что для выживания там нужны были технологии, а на юге это нахрен не нужно. Поэтому я не считаю, что мерилом развития человечества может являться наличие физических каких-то признаков, потому что не требуется эта наука там, где у тебя… Вот ты сидишь под пальмой, где банан упал, ты его съел. Еще одно возражение против науки. Я там по-рубе с кем у вас сидит, а хоп… Никит Буэльц. Я думаю, вы поймете… Нет, вопрос о том, что надо ли развивать науку как специфическую интеллектуальную деятельность, это другое дело. Я спрашиваю о другом. Законы физики, законы, законы, они есть или нет. Либо травмы. Без вопросов. Да, да, да. По поводу науки и вообще ее приемлемости к этим вопросам, я просто простой вопрос задам. Солнце вокруг Земли вращается или наоборот? Вообще просто. Это догма научная, которая там столетиями держалась. И апеллировать к этим нашим демонам, искусственно выдуманным, и привязывать их к реальности, я считаю как бы… Нет, к вам, ваше физика, насколько я понимаю, говорит, что… Физические свойства не рад. Говорит, мы не познали это до конца. Мы сегодня твердо стоим, наши техники, технологии на этом базируются, так же как христианство держалось на догмате такому. По этому науку я вообще… Нет, смотрите, почему здесь с наукой… Речь идет не о том, что закон правильный или неправильный, а о том, что мы признаем, что все научные законы действуют во всем мире. Что законы есть, вы поймите это. Законы либо есть, либо нет. А вы как бы… Все, а какие они содержательные – это дело десятое. Дело не в это же, дело не в это же. Ну тут тогда мы упираемся в то, что законы, что это такое? Это… Это Солнце, вращающийся во Грузии. Ну да. Кто их определяет? И это и вас, и это и в северном… Я же вам в возражении говорил, вы слушать-то не хотите. Вы понимаете, это состоит только… Даже если законы одни, на самом деле, системы социальные, которые на ней формируются, они разные существа. Вот это все. А что вы поговорите, мы же говорим о социальности, мы говорим о прогрессе, в смысле социальности. О каком прогрессе, в смысле законов, можно говорить? Мы говорим, я предложил, по крайней мере, поговорить о том, можем ли мы найти основания, по которым мы сможем поставить на одну полочку, вот на это основание, разные социумы, и сравнить, кто из них что выше, а кто пониже. Но пришли говорить, что нету таких… Игорь предлагает, что я… Нет, просто я представляю… Это очередной новый человек, который прогрессором будет. Законы физики одинаковые, одинаковые. Давайте, как бы, у нас это мочит, типа, у вас… Потому что вы живете по-другому. Где связь-то? Я не вижу связи никакой между законами физики одинаковые, и между тем, что общество должно быть другим. Как ты объяснишь, как ты приведешь от законов физики, которые для всех одинаковые, к тому, как должно быть… Я тебе объясню, как я не вижу. Вот мне это интересно, это же и есть самое интересное. Никто же не спорит, что где-то там в фундаменте может быть… Но у нас есть желающие… Вот просили общее основание, критерий. Я думаю, мало кто возразит, что природа уже решила этот вопрос. Если люди все, скажем, по генетическому, по хромосомному набору и так далее, устроены идентично, и мы пытаемся вот тут определить, какая группа этих, скажем, наборов более прогрессивна, какая нет и так далее, я предлагаю посмотреть на организм. То же самое. Каждая клетка обладает одним и тем же, так сказать, свободой прогрессировать. Тем не менее, эволюция, там Бог, природа, неважно, создала не менее сотни типов тканей. Вот у каждого в организме вот этот мультикультурализм. При одних и тех же законах физики там и так далее. Но из элементарных частиц веществ. Не суть важна. Почему мы не хотим вот эту себя, как вот эдакую ноосферу рассмотреть, где мультикультурально сотни цивилизаций существуют, и ни одна вот печенка не лезет в почки со своим уставом. Почему? Законы физики одни и те же. Каждая клетка абсолютно идентична по конституции своей, по потенции. Как каждый человек. Африканец, Тумба-Юмба, Папа Римский и Обама. То, что в организме одна система не лезет другие, это, кстати, далеко не так. И даже делают это не взаимосвязь. Я говорю, в нашем рассмотрении мы можем организм, как модель для исследования, вот так и спросить, почему это устойчивая самовоспроизводящаяся... Ну чего? Ну давай, Игорь скажет. Иммунная система прям уничтожает. И сделай период, как захотите. Гепатит B. Иммунная система уничтожает. Так это патология. Мы говорим о здоровом воспроизводящемся организме, который... И тут сложные вопросы начинают кучу вызывать. На самом деле, если вы подумаете, мы из одной темы скатились в другую, как бы путем болтавника. Так не, если... Все болтавни снимаются. Нет, сейчас, секундочку, я закруглю. Если мы желаем, чтобы цивилизация, как организм, воспроизводилась и продолжала жить, и не погибла, мы не будем потакать вопросом того, чтобы победила печень. Чтобы это стало одно желе вот такое. Еще вопросы, выживет ли оно на следующий день после победы. Вот и все. Так об этом и говорили, чтобы печень не лезет в почку до тех пор, пока почка ей не мешает. Печень начнет мочить почку. А я на самом деле хочу спросить тебя, когда ты начал свой рассказ, у тебя какая цель была? Что ты хотел нам, Денис? Постараться обсудить тему прогресса. Постараться обсудить, это не цель. Цель описывается как результат. Результат какой хотел достичь? Чтобы узнать, что такое, чтобы вы мне раз объяснили, что такое прогресса стал. А ты когда задавал этот вопрос, может ли мы тебе на это не ответили? Да, истинно. Забавный человек. Нет, а почему? Это очень завтра. Вы сейчас скажете, я вас послушаю, а потом я завтра-послезавтра полежу в ванной и что-то придумаю. Вот и все. Я хочу стать именно на Нобелевскую премию. А почему Нобелевскую премию? Просто для самой себя зачем ничего писать? Для этого я цель. Я же говорю, Игорь. Нет, но тогда булажа зря размущается. Мы их кудряем пищу для размышления. Почему здесь наша лаборатория... Чем отличается болтовня от беседы? Тем, что? Заданная тема. Тем, что меня орут. Нет, беседы пытаются держаться в рамках заданных каких-то. А болтовня скатывается по диагонали. Подожди, подожди. Мы в рамках держались. У нас почти все. В рамках Игорем были заданы. Что впервые, курица или яйцо? Изначально речь шла о прогрессорстве. Я так понял, что вы... И мы с этой точки зрения... В этическом плане. А мы, на самом деле, начали обсуждать тему мини-един и мини-един. Ну, так а потому что понятие этики тут же скатилось в физические принципы. Ну, что? Теперь мы выясняем. Этика зависит от таком физике или нет. Потому что, как бы, я вообще тему мини-един и мини-един. Я считаю, что... Вот этот переход очень простой. Мне даже стыдно его вслух произносить. Потому что здесь рассуждение двухходовое, что называется. Если существует реальное основание для прогресса, тогда прогрессорство нравственно оправдано. Потому что все равно это движение для всех единое. И то, что ты в него вмешиваешься и начинаешь кого-то маленько за уши подтягивать, это совершенно оправдано. И все. Если так. Если нет, тогда... Поэтому, как бы, все. Я и откатывал к этим основаниям. Одно из этих оснований – это научная картина мира. Научная картина мира. А потом, значит, как из этой научной картины мира еще может следовать прогрессорство? Банально. Научно-технический прогресс ведет к той замечательной штуке, что вот эти самые базовые потребности человека начинают удовлетворяться с избытком. Ну, грубо говоря, в 18 веке в Англии там 90% населения были крестьянами по одной уважительной причине. Потому что только такое количество крестьян могло произвести достаточное количество пищи, чтобы прокормить вот себя еще плюс 10% людей. Но развитие сельского хозяйства, развитие химии, агрономии и всего прочего. Сейчас, в 21 веке, мы имеем такую ситуацию, когда достаточно 5% населения Земли заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить просто всех. Это просто всех. Это не проблема. Проблема прокормить Северную Корею или там всю Африку – это проблема не агрономическая. Вырастить достаточно еды, главное, что люди счастливее стали. Не проблема. Совершенно. Совершенно счастливее стали. Я считаю, что стали счастливее. Безусловно. Еще вопрос. Прокормить или отравить? А чем еще не такая еда? Ну, вот некоторые такие единицы, что даже в камеру они не знают. Нет, мы скажем, что человечество только лет сто стало есть досыта. Еще наши бабушки и дедушки говорили, что они голодали. Ну, в общем, да. Да, конечно, конечно. А мы теперь не понимаем, что такое не поесть три раза в день. Ну, ответ же тоже прост, на самом деле. Никакого… Из того, что есть основания для того, чтобы производить прогрессорство, не следует, что его можно производить. Потому что могут быть другие причины, по которым, на самом деле, это основание, кажущееся какое-то простым. Было. Быть сытым и здоровым лучше, чем быть голодным и больным. Точка. В любой системе отсчета. В любой системе отсчета? Абсолютно. Да. Ну, я говорю, ты пойдешь ко мне, братство? Я тебе говорю, будешь сытым и постоянно, и здоровым. Я говорю, что быть свободным лучше, чем быть сытым, но рабом. Да нет такой альтернативы. Ни у кого и ни у кого. Почему-то воевали, воюют люди не потому, что на самом деле жрать хотят, а потому что хотят без свободных. Ну что, значит, все высказались, да? Да. Я еще взял одно соображение. Вот, еще. Если есть то. Давайте еще чуть-чуть на соображение. Одно маленькое соображение. Когда, может быть, прогрессорство оправданно, допустим. Ну, если на примере социальных каких-то исторических вещей, вот скажем, ведь у общества всегда есть некие, так сказать, общество в своем естественном развитии, оно не всегда же, оно, как правило, не использует все там 100% имеющихся у него ресурсов. Всегда есть какой-то запас. И поэтому темпы развития должны быть соотнесены с внутренними ресурсами общества. Ну вот. И, скажем, такое прогрессорство, которое учитывает этот факт, которое не перенапрягает внутренние ресурсы общества, может быть, оно и имеет какое-то нравственное оправдание. А вот, ну, очень часто же в истории было другое прогрессорство, да? Как вот, скажем, такие наши деятели, как тот же Сталин или там Петр Первый, они что делали? Они устанавливают такие темпы развития, которые не соответствуют внутренним ресурсам общества. И поэтому шло разрушение, разрушение даже, ну, как сказать, уничтожение, так сказать, огромного количества людей и тому подобные вещи. Развитие общества определяется задачей, а не самооценностью общества. Если бы Сталин бы там общество не развивал, его просто смяли бы и всё. Он даже бы не успел планет подождать. Он же ещё и создал дополнительные ресурсы за счёт переработки. То есть, всякий маркетерп всегда определяется с целью и задачей. Они сами, они сами, они сами, не всегда. Хорошо. Не всё, да? Не подводите токи после выключения камеры. Да.